Всем привет! Это видео о том, как сделать сброс Android устройства к заводским настройкам или осуществить Hard Reset. А также, что такое режим восстановления Android, как в него зайти и восстановить систему с его помощью. Сразу оговорю, что речь идет именно о сбросе системы. Если нужно просто освободить память в устройстве в случае ее недостачи, то об этом есть отдельное видео по ссылке в описании. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Самый простой вариант вернуть Android смартфону или планшету предпродажное состояние – это выполнить сброс до заводских настроек из соответствующего пункта меню. Данный вариант актуален для устройств, которые не испытывают критических проблем с перемещением по пунктам меню системы. Для этого перейдите в настройки вашего Android и выберите меню «Память и резервное копирование», «Сброс к заводским настройкам». Но это в моем случае. На разных версиях Android данное меню может называться по-разному, но суть будет абсолютно та же. Это может быть меню «Система», «Сброс», меню «Архивация и сброс», «Сброс данных», «Сброс устройства», «Сброс настроек», «Сбросить настройки телефона», «Общий сброс», «Стереть все данные» и так далее. Как правило, внутри такого меню вы увидите несколько пунктов. 1. Простой сброс настроек к заводским, а также сброс настроек с очисткой внутренней памяти устройства. Просто выберите нужный способ и нажмите кнопку «Восстановить» или «Сбросить». Важно! Перед тем, как выполнить общий сброс, убедитесь, что сохранили все данные, хранящиеся в памяти смартфона. Фотографии, контакты, СМС-сообщения, заметки. 2. Сброс до заводских настроек – полностью удалить информацию, хранящуюся в памяти устройства, и восстановить ее будет невозможно. Если на смартфоне или планшете установлен графический ключ или пароль, то при сбросе его также потребуется ввести. 3. Дальше запустится непосредственно процесс сброса или восстановления системы. Он не требует никакого участия пользователя. Дождитесь его окончания, и в результате вы получите устройство в заводском состоянии. В зависимости от текущего состояния устройства может потребоваться выполнение общего сброса с помощью режима Рекавери. Если ваше устройство намертво зависает на логотипе при загрузке, либо сразу после загрузки системы начинаются проблемы с перемещением по пунктам меню, бесконечно всплывающие ошибки или полный отказ в адекватной работе экрана, данный вариант сброса настроек – то, что нужно. В таком случае выключите устройство. Чтобы перейти в Рекавери Моут, нужно зажать и удерживать определённое сочетание клавиш до момента включения экрана. В зависимости от производителя девайса, комбинация может отличаться. Это может быть одновременное зажатие клавиши понижение громкости плюс кнопка включения. Повышение громкости плюс кнопка включения. Повышение или понижение громкости плюс кнопка включения плюс кнопка домой. Повышение громкости плюс понижение громкости Плюс кнопка включения и тому подобные. Попробуйте на своём. К сожалению, конкретнее я вам сказать не могу. Разнообразие Android-устройств очень большое и постоянно обновляется. Более детально вы можете узнать только на сайте производителя вашего устройства. Интерфейс режима восстановления Android-устройства своеобразен. Вы его ни с чем не спутаете. Но опять-таки на разных устройствах может быть свой интерфейс. При помощи кнопок увеличения или уменьшения громкости можете перемещаться вверх и вниз соответственно, а подтвердить свой выбор кнопкой включения. В более новых устройствах меню Recovery может быть сенсорным. Выберите пункт «Vibe Data – Factory Reset». Далее выберите «Yes – Delete All User Data». Так вы даёте согласие на очистку внутренней памяти смартфона или планшета. В результате запустится процесс сброса устройства. Дождитесь его окончания. После этого снова появится то же меню. Теперь выберите «Reboot System Now». После всех действий Android-телефон или планшет перезагрузится. Восстановятся заводские параметры. Вы получите аппарат таким, каким он был при первом запуске. Так будет выглядеть режим восстановления Android-устройства у большинства производителей. Немного особняком стоят такие китайские бренды, как Meizu и Xiaomi. Они сделали свой режим восстановления вместо классического recovery. И выглядят они так. Но суть та же – сбросить устройство и перезагрузить его. Еще один способ сброса настроек на Android – это набрать один из сервисных кодов. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 7780, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Это моментальный сброс к заводским настройкам, который удаляет только приложение. Звездочка, 2767, звездочка, 3855, решетка. Это моментальный сброс настроек до заводских. Но в отличие от предыдущего способа, Android полностью переустанавливается. То есть с очисткой памяти. Возможно, ни один из них не сработает на вашем устройстве. Здесь все зависит от производителя. Если необходимость сброса настроек вашего смартфона или планшета возникла в результате его утери, или вам просто по какой-то причине необходимо его очистить, и лениво вникать в предыдущие методы, то для таких случаев Google разработал специальный сервис «Найти устройство», при помощи которого можно не только отследить телефон, но и удаленно сбросить его настройки. Чтобы сделать это, ваше устройство должно быть синхронизировано с Google аккаунтом и подключено к интернету. Причем не важно, по 3G или Wi-Fi. Дальше. Перейдите и авторизуйтесь в вашем Google аккаунте с компьютера. Перейдите к поиску Google и введите «Найти устройство». Выберите пункт «Найти устройство Google», в результате чего вы перейдете к соответствующему инструменту. Проверьте слева сверху, правильно ли отображается устройство, которое необходимо очистить. Это на тот случай, если вы используете несколько Android устройств, которые синхронизированы с этим аккаунтом. Выберите пункт «Стереть данные» и нажмите «Стереть данные» еще раз. Нажав «Очистить», с вашего смартфона или планшета будут удалены все данные и приложения, а также синхронизированные аккаунты. По сути, осуществлен обычный сброс системы. Конечно же, данный инструмент создан Google для целей безопасности. Ну и так его использовать очень удобно. Почему нет? Кстати, на нашем канале есть детальные видео о том, как с помощью инструмента найти устройство, найти потерянный или украденный смартфон. Ссылка на него будет в описании. Очистить внутреннюю память Android устройства также можно и с помощью сторонних утилит, как, например, Fastboot для ПК или так же кастомное рекавери приложение TWRP Recovery. Но о них возможно в другом видео. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если это видео было интересным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.